тут принципе легко и просто понять работать ли наш вентилятор там или компрессор потому что в режиме на холод у нас всегда будут задействованы компрессор и вентилятор на не будет постоянно подаваться 220 это легко выяснить смотрите один провод это всегда фаза он общий идет то есть если у нас подается питание на вентилятор и на компрессор мы щупами ставим на фазу элька она обозначена на распиновки и тыкаем щупами сперва на 1 тыкнули 220 есть следующий тыком 220 нет это скорее это с наш 4 ходовой клапан на него будет приходить 220 только в том случае если мы поставим на режим обогрева следующий проверяем а есть 220 это на компрессор идет если же у нас на из этих 3 2 примеру не подается питание примеру компрессор у нас запустился венди на вентилятор нет то мы уже смотрим нашу плату управления то скорее всего дело в ней если же у нас вентилятор запустился а на компрессор питания не идет также смотрим нашу плату управления снимаем итак следующая проблема наружном блоке за запускается у нас вентилятор но не запускается компрессор что мы в первую очередь смотрим в первую очередь мы замеряем напряжение ставим перемены ток 750 замеряем напряжение фазу и провод который идет на компрессор замеряем 220 есть смотрим дальше дальше замеряем конденсатор меряем емкость если с емкостью у нас все в порядке лезем в колодку проводов на компрессоре он прикручен обычной гаечкой снимаем колодку проверяем клеммы обязательно бывает такое что отгорели клеммы если же с клеммами все нормально то мы должны прозвонить компрессор ну так как у нас питание подается конденсатор исправен то у нас под замену компрессор если же у нас питание не подается на колодку проводов то ремонтируем блок управления бывает такое что после сезона отопления уже подходит лето как бы все люди начинают включать свои сплит системы но они в межсезонье многие особенно в квартирах пользуются сплит системой на обогрев когда сплит система работает на обогрев четырехходовой клапан он здесь меняет движение фреона и тем самым получается у нас испаритель становится конденсатором а конденсатор испарителем что в таком случае надо делать ну для начала нужно на пульте переменно пощелкать обогрев холод дождаться пока питание податься на 4 ходовой чтобы он начал щелкать бывает такое что там либо мусор какой-либо поднесло и шток не может в нем подвинуться можно немножко постучать по нему чтобы шток сдвинулся если этого не происходит ну вообще нужно замерить питание приходит или нет после того как мы замерили питание пришло 220 он не не срабатывает то под замену 4 ходовой